удивительно но несмотря на то что именно британцы являются пионерами танкостроения создав первые танки еще в начале первой мировой войны в межвоенный период они так и не научились совершенствовать конструкцию танков а также не смогли научиться как правильно их применять здравствуйте друзья вы на канале time to upgrade и сегодня мы представим вам танки великобритании времен второй мировой войны крейсерский танк мк-5 кавенантер танк кавенантер был разработан фирмой нафилд еще в 1939 году машина использовала ходовую часть типа кристи и имела пять обрезиненных опорных катков на борт расположенные сзади ведущие колеса и сравнительно низкий корпус броневые листы корпуса соединялись с помощью заклепок танк был вооружен 40 миллиметровой пушкой испаренным с ней пулеметом калибра 7 и 92 миллиметра которые располагались в невысокой башне с большими углами наклона кавенантер имел неплохое для своего времени бронирование лобовая броня корпуса и башни имела толщину 40 миллиметров а бортовая броня 30 миллиметров машина находилась в производстве сравнительно недолго и после выпуска 1365 единиц была заменена в производстве крейсерным танком мк-6 crusader с более сильной броней крейсерский танк crusader танк crusader представляет собой дальнейшее развитие семейства крейсерских танков на гусеничной ходовой части типа кристи он имеет почти классическую компоновочную схему бензиновый двигатель жидкостного охлаждения на филдлиберти расположен в задней части корпуса боевое отделение средней его части а отделение управления в передней некоторое отступление от классической схемы представляла собой пулеметная башенка которая устанавливалась на первых модификациях спереди справа от механика водителя основное орудие танка это 40 миллиметровая пушка испаренный с ней пулемет калибра 7 и 92 миллиметра которые были установлены в башне кругового вращения имевший большие углы наклона броневых листов толщиной до 52 миллиметров корпус каркасной конструкции имел лобовую броню толщиной 52 миллиметра и бортовую толщиной 45 миллиметров для защиты ходовой части монтировались броневые экраны как и все английские крейсерские машины танк крусейдер имел радиостанцию и танковое переговорное устройство крусейдер выпускался в трех последовательно сменявших друг друга модификациях последняя модификация крусейдер 3 выпускалась до мая 1942 года и была вооружена 57 миллиметровой пушкой всего было выпущено около четырех тысяч трехсот крусейдеров и 1373 боевые и вспомогательные машины на их базе легкий танк мк 7 тетрарх танк был разработан в 1938 году фирмой викерс и выпускался серийно в первые годы второй мировой войны машина имеет классическую компоновку отделение управления передней части корпуса боевое отделение посередине а силовое отделение сзади механик водитель располагался по продольной оси танка несколько выступающий вперед рубки остальные два члена экипажа в башне соединение броневых листов корпуса и башни выполнено с помощью заклепок броневые листы располагаются вертикально без рационального наклона особенностью ходовой части является использование 4 катков среднего диаметра на борт причем последний каток одновременно является и ведущим катком катки имеют индивидуальную гидропневматическую подвеску танк вооружился 40 миллиметровой пушкой с длиной ствола 52 калибра и спаренным с пушкой пулеметом калибра 7 и 92 миллиметра кроме того снаружи башни устанавливались два гранатомета для метания дымовых гранат имелся также вариант штурмового танка тетрарх вооруженного 76 и 2 миллиметровой гаубицей тетрарх выпускались малой серии и использовались в английских вооруженных силах совместно с американскими м3 и м5 для разведки и боевого охранения средний пехотный танк мк 2а матильда танк матильда был разработан фирмой викерс-армстранг в 1939 году танк выполнен по классической компоновочной схеме задним расположением ведущих колес он имел механическую трансмиссию планетарную коробку передач и бортовые фрикционы в качестве механизмов поворота в качестве двигателя на машинах серии мк 2 использовалась спаренная установка из двух дизельных моторов а и с для облегчения холодного запуска дизелей применялся эфирный карбюратор с ампулами до 1941 года он считался самым мощным английским танком толщина лобовой брони его корпуса достигала 78 миллиметров бортовая 70 миллиметров лобовая броня башни имела толщину 75 миллиметров ходовая часть прикрывалась фальшбортом танк был вооружен 40 миллиметровой пушкой и двумя пулеметами скорость хода по шоссе составляла 24 километра в час то есть он являлся типичным пехотным танком со всеми его плюсами и минусами мощная броня надежно защищала от ударов снарядов почти всех применявшихся до 1941 года танковых и противотанковых пушек противника однако слабое вооружение и плохая подвижность сильно снижали его боевые возможности на последних модификациях вооружение было заменено вместо 40 миллиметровой пушки устанавливалась пушка калибром 75 миллиметров до окончания серийного производства в 1943 году было выпущено почти три тысячи машин этого типа легкий пехотный танк мк 3 валентайн танк валентайн имеет классическую компоновку отделение управления располагается впереди а в средней части корпуса находится боевое отделение а силовое отделение и отделение силовой передачи находится в задней части корпуса ходовой части использована блокированная пружинная подвеска опорные катки объединены по два блока на борт в каждом блоке два небольших катка и один каток среднего диаметра машина имеет относительно сильное бронирование толщина лобовой бортовой брони корпуса и башни составляет соответственно 65 и 60 миллиметров пехотный танк валентайн выпускался в 11 модификациях причем изменения каждый раз носились лишь вооружение и силовую установку а корпус силовая передача и ходовая часть оставались неизменными только на первых выпусках корпуса были клёпанными а на всех последующих сварными машины первых семи модификаций имели 40 миллиметровую пушку три последующие 57 миллиметровую пушку а одиннадцатая 75 миллиметровую пушку танк снабжался телескопическими прицелами зеркальными перископами качестве приборов наблюдения а также радиостанций валентайн оказался самым массовым английским танком было выпущено 8 тысяч двести семьдесят пять машин этого типа тяжелый пехотный танк а 22 черчилль танк черчилль был создан в середине 1940 года связи со стремлением сухопутных войск иметь танк способны противостоять вновь созданной немецкой 55 миллиметровой противотанковой пушки танк выпускался в 11 модификациях на первой модификации артиллерийское вооружение устанавливалось в два яруса носовой части корпуса гаубица калибра 76 и 2 миллиметра и в башне пушка калибром 40 миллиметров на последующих модификациях артиллерийское вооружение устанавливалась в башне, однако калибр орудий не превышал 75 мм, и лишь на пятой модификации была установлена 95-мм гаубица. В ходовой части использована независимая балансерная подвеска со спиральными пружинами и катками малого диаметра. С каждого борта имеется по 11 опорных катков. В качестве двигателя на всех танках «Черчилль» устанавливался бензиновый двигатель мощностью 350 лошадиных сил, которая явно была недостаточна для танка весом 40-45 тонн. В годы Второй мировой войны было выпущено большое количество танков «Черчилль» – 5640 машин, из которых 800 имели огнемётное вооружение. Крейсерский танк МК-8 «Кромвель» Танк «Кромвель» имел классическую компоновочную схему и традиционный в английском танкостроении каркасный корпус с вертикальным расположением броневых листов, соединяемых с помощью заклёпок. Танки «Кромвель» выпускались в восьми модификациях, отличающихся друг от друга вооружением. Первые три модификации вооружались 57-мм пушкой, модификации с четвёртой по седьмой вооружались 75-мм пушкой или 95-мм гаубицей, а восьмая модификация называлась штурмовым танком, имела 95-мм гаубицу и дополнительное бронирование в виде броневых плит, навешиваемых снаружи на основное бронирование. На башнях устанавливались гранатомёты для метания дымовых гранат. На всех модификациях устанавливались 12-цилиндровые бензиновые двигатели «Метеор» жидкостного охлаждения и механические пятискоростные коробки передач. В ходовой части использована индивидуальная пружинная подвеска. Опорные катки большого диаметра одновременно служат поддерживающими катками. Благодаря высокой удельной мощности машины имели высокие скорости движения, но проходимость их была недостаточно. На всех танках «Кромбель» устанавливалась радиостанция и танковое переговорное устройство. Танки «Кромбель» выпускались до 1944 года, всего было выпущено около 500 танков этого типа. Крейсерский танк А-34 «Комет» Танк «Комет» разработан в 1944 году в результате радикальной модернизации танка «Кромбель». Первые машины появились уже в конце 1944 года и приняли участие в последних боях Второй мировой войны. Модернизация коснулась прежде всего ходовой части. Были установлены верхние поддерживающие катки гусеничной цепи и усилены направляющие и ведущие колёса. Увеличена ширина гусеницы. Установлен модернизированный двигатель «Метеор». Изменилось и вооружение танка. В башне новой конструкции была установлена пушка калибра 76,2 мм с начальной скоростью бронебойного снаряда 785 м в секунду, а также два пулемёта калибра 7,92 мм. В качестве прицельных приспособлений устанавливались телескопические прицелы, а в качестве средств наблюдения – зеркальные перископы. Значительно была усилена броня. Толщина лобовой брони корпуса была повышена до 76 мм, а толщина лобовой брони башни – до 102 мм. Для постановки дымовых завес на башне монтировался гранатомёт, стреляющий дымовыми гранатами, а на корме корпуса танка крепились дымовые шашки. Хотя новый танк назывался крейсерским, в нём уже было достигнуто почти оптимальное сочетание огневой мощи, подвижности и броневой защиты. Друзья, для нас очень важно знать, что вам нравится или наоборот не нравится наше видео, поэтому мы просим вас оставлять свои мысли в комментариях, а если вы хотите поддержать наш проект, тогда подписывайтесь на наш канал. На этом у нас всё, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok